Всем-всем привет, с вами Кейн и сегодня я продолжаю проходить Корсары каждому свое. Да, я по-прежнему на Мартинике, я все еще заперт на этом острове, у меня нету ни корабля, ни денег на этот корабль, но на самом деле все уже очень-очень близко. То есть, у меня два задания, это я должен собственно доставить куртизанку к одному уважаемому, скажем так, господину, который я заказал, и мне ее надо забрать с 11 до 12 часов, насколько я помню, вечера типа, и она будет, ну там чисто один час, чтобы это все сделать. Плюс у меня есть второе здание, которое, не помню как оно называется, а, ну ром для бармена на самом деле называется, думаю там какое-нибудь оригинальное интересное название есть, но нет. Собственно, у контрабандистов мы должны забрать ром, причем к нам прибудет корабль в 7 часов вечера, насколько я помню, ну судя по слов бармена, и мы должны будем на этом корабле сплавать на север к какому-то мысу и собственно набрать рома. И тут один, два варианта, либо мы сейчас ждем до 11 и доставляем куртизанку для начала, потому что там всего один час, скажем так, свободного времени на это задание, либо же мы уже плывем сразу же к контрабандисту в 7 часов вечера и пытаемся выполнить задачу с контрабандой за, ну получается 8, 9, 10, 11, ну меньше чем за 4 часа. В принципе, 4 часа это достаточно, ну много времени в игре, и если мы конечно будем выходить именно в открытое море, если мы выйдем в открытое море, то это конечно же, время там пролетит очень быстро. Но, да ладно. В любом случае, нам сейчас ждать, давайте я посмотрю еще раз это задание про ром для бармена. Сегодня к ночи у пляжа Ламман-Тен на северной оконечности острова станет на якорь люгер-призрак. Мне необходимо на баркасе добраться до этого люгера, подняться на палубу, сказать капитану пароль и получить несколько ящиков бутылированного дорогого рома. Затем баркас нужно отвезти в бухту пиратского поселения Лев Франсуа. Если все придет успешно, то я получу за работу 5000 песо. Вряд ли, конечно, там все будет гладко и так далее, но... Кстати, я забыл пароль. Я забыл пароль, но там что-то типа бухта готова к выгрузке или... Как-то так, короче, он звучал, и я думаю, будут варианты в диалоге. Ну, да ладно, в любом случае ждем, 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 ждем. Ближайшее время, когда мы сможем начать квест, это 17... Нет, не 17, вру. 19.00 по местному времени, по мартиниковскому времени. До тех пор мы ничего, собственно, сделать не сможем. Сейв, насколько я помню, хороший такой я сделал. То есть, просто обычное сохранение. Поэтому мы можем попробовать сначала сделать квест с контрабандой. Чтобы, собственно, не ждать до 11 вечера. До 11 вечера еще очень-очень долго. Спешите, только сегодня два товара по цене одного. Ах, сколько у тебя добра-то всякого, да? Но тратить деньги нам нельзя. Нам нельзя тратить деньги, нам они очень и очень нужны. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давай, в скором время. И подождем. Я, на самом деле, думаю, есть ли еще где-то квесты, типа. У бармана квест появился совершенно внезапно. То есть, изначально, когда я к нему подходил, у него для меня ничего не было. То есть, ни квестиков, ничего. А через некоторое время у него появился квест. Думаю, может быть, такая же ситуация будет с губернатором. Может быть, он тоже решит нам дать какой-нибудь квест. После того, как наша репутация в городе улучшилась, нет? У меня к вам один вопрос. В третий раз за день вы пытаетесь задать вопрос. Но, да. Ничего нам не даст. Никакого у него задания для нас, к сожалению, нет. Жаль. Очень жаль. А что у меня по деньгам будет? Кстати говоря. А по деньгам у меня будет двадцатка. Двадцатка. То есть, семнадцать я отдам за корабль. Я так понимаю, у меня останется три тысячи на... На штурмана, насколько я помню, да? У нас же характеристики штурмана почти никакие. Навигации, точнее, да? Да. Шестой класс. А, но хотя шестым классом мы можем управлять. Мы не можем управлять пятым классом. Вряд ли нам дадут корабль выше, чем шестой класс. Авторитет. Неизвестный честолюбец. Понимаю. Первый ранг. Сто пятнадцать энергии. Пятнадцать тысяч золотых. Так, кстати говоря, наверняка город не обновится. И барк не появится, если мы в нужное время не зайдем куда-нибудь... Какое-нибудь помещение. Например, тут же товар. Ну да. Сейчас подождем еще пять минут. До пятидесяти пяти. И будем заходить. Угу. Пятьдеся пять. Ждем тут ровно до семи. Сделаем еще раз сейв. Вам нигде не найти кухни лучше нашей. Да ну. Как же долгое время тянется, когда что-то ждешь, да? Так, окей, есть. Девнадцать ноль. А баркас приставлен к пирсу. Блин. Баркас-то нету. А, вот он появился. Вот он появился, наш баркасик. Так, хорошо. Делаем сейв. Нам, правда, уже потеряли минут пять. Прям на ровном месте. Ну да ладно. Наконец-таки дадут поплавать, да? Так, он говорил на севера. А где у нас? А, вот. Понятно. Выслать шлюпку. Доплыть. Сампиро. Порт. Порт. Нет. Не будем никуда плыть. Минус ставить. Выйти в море мы не можем. Окей. Поплыли. Ядер нет. Ничего нет. Блин. И ветер, кстати говоря, нам не помогает. Ни капельки. У него там какие-то ящики стоят. Волокол. Так. Хорошо. Это плохо, то, что ветер к нам не дружелюбен. Точнее, он вообще... В другом направлении. То есть, нам вроде бы как на север. Так. Корабль смотрит сюда. Мне плыть получается... Ну, грубо говоря, вон туда, куда-то. Так. Ладно. Скоряем время. Я бы куда-нибудь доплыл, но я не знаю, где находится на самом деле. Нужный нам форт. Тут... Блин, против ветра, конечно, будет... Жесть какая-то. Могли бы хотя бы ветерок побутный сделать, чтобы... Игрок не мучился здесь, да? Когда он там платил? Он флаг, что ли, менял? Блин, вроде косые паруса, знаешь. Вроде хоть какая-то скорость у нас должна быть, но на деле нет. Нифига. Ну, это на юг. Вот это направление, это на юг, блин. На совершенно другую сторону плыть, на самом деле. Давайте хотя бы выплывем тогда из... Блин, не знаю, короче. Сложно будет. Там как бы нам надо плывать. И нам плыть вот против ветра. Мы против ветра вообще в жизни никуда не доплывем. На этом корыте. Давайте поплаваем. Сейф у меня есть. Ветер вряд ли, конечно, изменится. Но, может быть, мы сможем вот здесь даже быстрее доплыть. Девять часов тем временем. А мы даже не выплыли еще, смотри. А, порт бухла... Бухта Ламарен. Блин, нафиг я причалился, кстати. Знал бы я, южнее это бухта или севернее, хотя бы. Это форт. Окей, хорошо. Можно, если что, до форта доплыть. Быстро, скажем так. Там рыбешка мелкая плавает. А мне вроде бы должны были дать этот, бинокль. Точнее всего, мы уже начнем заново, потому что мы никак не спеваем. Да, коры-то, конечно, знатное. Он говорил про некую бухту призрака. Типа... Да, например, так и называлось, насколько я помню. Вообще не плывет, конечно, этот корабль. Ну и много времени мы потеряли просто на суше. Да, мы так не успеем выполнить квест с картизанкой. Ну и тот корабль только до пяти стоит, кстати говоря. До пяти утра. Субтитры сделал DimaTorzok Пляж Ла Монтен Погодите ко мне не сюда? Случайно Так, еще раз давайте посмотрим квест Похоже мне придется освоить ремесло контрабандиста Сегодня к ночи у пляжа Ла Монтен На северной конечности острова встанет на якорь люгер-призрак Мне необходимо на баркасе добраться до этого люгера Подняться на палубу Сказать капитану пароль Так, ну я добрался до сюда Может лодку надо выследить? Нет, ничего подобного Так, еще раз, хорошо Сегодня к ночи у пляжа Ла Монтен На северной конечности острова встанет на якорь люгер-призрак Мне необходимо на баркасе добраться до этого люгера Подняться на палубу Сказать капитану пароль Буду получить несколько ящиков пателированного рома Но он, короче А, вон он Блин, я так не успею квестик сделать второй В этом вся проблема То есть мы сейчас Прошлем Просрем квест Так, хорошо Я все понял Давайте еще раз Но в этот раз сделаем все это быстрее Попробуем успеть до 12 сплавать и вернуться, собственно Для этого Доплываем до Форта Во-первых Разворачиваемся по ветру Блин, а ветер опять не кстати Да, даже Он меняется, походу, через некоторое время Этот ветер Ой, блин Вот это, конечно Подстава подстав А если я Сойду и выйду еще раз Ветер поменяется? Точнее всего, нет, да? Хотя нет, ветер поменялся Блин Ай-яй-яй Зачем я это сделал? Я хотел доплыть До форта Чтоб это все было быстрее, да? И от форта уже Не в ту сторону Маленько Стало разворачиваться Ну да ладно Поплыть он туда на север Ну, единственная проблема Знаете в чем? То, что Было сказано, что Корабль контрабандистов Прибывает ночью То есть Вполне возможно То, что он Не прибыл Раньше 11 Что опять-таки Для нас Пересечение с квестами И нам придется Как-то это отложить Ну, сейчас посмотрим Окей Выйдем по ветру На самом деле Быстрее будет И будем Мониторить Что у нас тут Подоплытью Есть Поканчиваю Там не так далеко Кстати говоря Надо было плыть Бухта 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 Готова Для высадки Не к высадке А для высадки А Короче Окей Загружаемся Еще раз Могли бы Могли бы на самом деле Просто написать Ну, типа Бросать варианты Там какие-нибудь Похожие Да Для высадки К высадке А Печатать порой Это прям Слишком Хардкорно Так Ветер Все еще не поменялся Хорошо Забавно То, что Он почти Мгновенно Пересаживается С Во Хороший ветер Поймали Хорошо Так Доплываем До форта Ну и Также Блин Не в ту сторону Поворачиваемся Как обычно Ну да ладно Надо сохраняться Вот здесь Почаще Тем более Ветер Примали Попутный Сохранились Чтобы не делать От нее Те же действия Каждый раз Да Так Блин В этой игре Есть одна Маленькая Такая проблемка А Если ты ее Свернешь То Ну Типа Свернешь Развернешь И После этого У тебя начинает Мышка убегать На второй экран Я как раз Сворачивался Чтобы посмотреть Предыдущую серию И Подсмотреть Пароль Собственно В чем я ошибся Там Ну Да ладно Сейчас Затем И посмотрю Обновляется ли Автоматически Вот эта Штука Есть подозрение Что нет На самом деле Да Не обновляется К сожалению Ну Да Ладно Так Сохраниться Я конечно Забыл Не поделитесь Новостями Коллега Нет Не поделюсь Бухта Готова Для Высадки Высадки Сейчас В одной Бухте Ошибиться И все Да Бухта Готова Для Высадки Умпи Рома Морячок Ха-ха Приветствую На борту Моего Люгера Ну Ты пришел С товаром Как я понимаю Да А зачем Ж еще Блин Мышка Не убегай На второй экран Пожалуйста Да Зачем Ж еще Ребята Грузи ящики На варказ Прошел Час Ром погружен На ваш Варказ Блин Еще час Проходит Пока он Грузится Все ящики Суром На твоем Барказ Порт Ле Франсуа Находится В южном направлении Отсюда Поторопись Мне тоже Пора поднимать Якорь Не будем терять Время Девчонки Удачи И тебе тоже Приятель Так Десять часов Вечера Надо успевать Кстати говоря Давайте Сделаем Хороший Сейф У нас В принципе Два часа На все Про все Южнее Ле Франсуа Недоступен Но пока Мы слишком Далеко Отплыли Полный парус И давай До Ле Франсуа Южнее Он сказал Ну да Мы на юг Примерно Плывем Все окей А я знаю Где порт Ле Франсуа Блин Слушай Давай на пляж Для начала Да Вроде Мы скоротали Путь Немного Свой Слушайте Если мы Заплывем Быстренько В город Отвезем Куртизан А потом Поплывем Дальше Уполнять Это здание Как интересно Сработает ли Это Случай Или нет Или Типа Если мы Заплывем Сейчас В форт В порт Точнее Нету Все Ага Ты взешь Ром Арестовать Его туда Сюда Блин Скорость Теряем Надо Больше По ветру Плыть Спустить Мину Так Порт Сохранимся На всякий Давайте Даже Здесь Сделаю Еще Один Сейв Если Я Не Успею По второму Сданию То Если Что Загрузимся Вот Отсюда Так Дальше Мы Можем Ле Франсуа Да Ле Франсуа Насколько Я Помню Сейчас Почитаем Журнал Ром Погружен На мой Баркас Теперь В бухту Ле Франсуа Ну Окей Я Тут Я В бухте Ле Франсуа Насколько Я Помню Здесь Надо Ставить Корабль А Вот Они Мы Уже Заждались Вас Месье Как Все Прошло Ящики У вас Все Прошло Просто Замечательно Ящики С Ромом На Баркасе Отлично Теперь Это Наша Забота Вы Отправляйтесь Сен-Пьер В таверну За расчетом Всего доброго Джентльмена Блин Я думал Они на меня Нападут На самом Деле Сейчас Такие Скажут Ага Ну Типа Ром Достал Ты Нам Больше Не Нужен Так Блин Я заблуждал Кстати говоря Время Время Деньги Нельзя Терять Время Теперь Надо Вспомнить Как Пройти В порт Ле Франсуа Ой Чфу ты Я уже Все На самом Деле Путаю В город Как Пройти Короче Городским Воротом Необычно Быстро На самом Деле А Ну Вот Они Все Успеваем Доделать Это Здание И В 11 Часов Пойдем За Куртизан Так А где Бар Был Таверн Точнее А вот А вот Таверна Так Ну Все Давай Деньги Что Могодно Мессия Я надеюсь Ты сможешь Ответить На пару Вопросов Опять Вопросы Будем Задавать Я Я Ваше Задание Баркас Ромом Доставлен В бухту Ле Франсуа И Передан Вашим Людям Замечательно Я знал Что На вас Можно Положиться Это Было Трудно Но Это Как Посмотреть Это Было Чертовски Трудно Мне надо До Одиннадцати Часов Успеть Бородель До Двенадцати Точнее Вот Ваша Награда Пять Тысяч Подзорную Трубу Оставьте Себе И Еще Маленький Презент Возьмите Эти Три Бутылки Рома После Тока Вы Его Попробуйте Вы Сразу Поймете А Почему На него Такой Спрос Спасибо Было Приятно С вами Работать До Встречи Отлично У нас Еще 15 Субботных Минут Чтобы Выпить Рома Так А что Сохранением А просто Вниз Прокрутили Что У нас По деньгам Мышка Вся Очень Странно Здесь Ведет Конечно Да Ладно 20 тысяч Корабль Стоит 17 Завтра Утром Корабль Забираем В любом Случае 5 тысяч Кстати Горя Подзорную Трубу Я Так И Не Надел Да Дешевая Подзорная Труба Почти Пришедшая В негодность Подзорная Труба Это Рух Людине Место В кармане Уважающего Себя Капитана Позволяет Рассмотреть Только Тип Название И Скорость Корабля А И Количество Пушек Бонус К радиусу Доплытия Плюс 250 Ярд Голубой Янтарь Кстати Говоря Есть Редчайшая Разновидность Тинтаря Добываемая Только На Карибах За Него Ювелир Европы Готов Платить Бешеные Деньги А пока Я читаю Время Не Идет Да Окей Постоим Полюбуемся Морем Буквально 15 Минуточек Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Так Ну и все 11 часов В принципе Можно Идти За Домой Сердце Не Наша Правда Так Это Просто Дом Мод Бородель Или Надо Подождать Еще 5 Минуточек Чтоб Она Точно Появилась Да Нет Не надо Ждать Ладно Так Где Девочка Где Эта Блондинка Это Ты Блондинка А Да Люсиль Монталь Чего Не Скажешь К сожалению Тебе А Здравствуйте Мессия Это Вы Воплотили Меня На Ночь Хе Хе Надо Сказать Мне Здорово Повезло Вы Красавчик И Видный Господин В отличие От Этих Не От Тесанных Мужланов Все Не Совсем Так Люсиль Тебе Нужно Будет Провести Ночь Не Со Мной А С Моим Хорошим Другом Который По Ряду Причин Не Может Появляться В Борделе Но Ты Не Расстраивайся Он Весьма Солидный Мужчина Дворянин И Ты Ему Симпатична Думаю Ты Останешься Довольно Жаль Вы Мне Сразу Понравились Мессия Я Бы С Ну Этот квест Должен Быть Без Приключений Да Если Только Он Не Грохнет Девочку За Ночь Такое Тоже Может Быть Так Он Говорил То Что Он Будет Ждать Много Входа Пришли Да Заходите В этот Дом Ничего Не Бойся Мой Друг Хороший Человек Да Я Не Боюсь Вся Кое На Свете Поведало Ладно Мессия Прощайте Может Как Небудь Потом Вы Оплатите Мадам Вы Оплатите Мадам Ночь Со Мной Обещаю Это Будет Лучшая Ночь В вашей Жизни Все Может Быть Люсиль Возможно Еще И Встретимся Пока Ну да Мне сюда Часто Придется Заплывать Потому Что Тут Малтийский Орден Как Минимум И Тут Моего Брата Держат Из-за Которого Ся Заварушка Началась Время Конца Ну Собственно И Все Квастиков Это Больше И Нету И Где Их Брать В принципе Я Тоже Не Знаю Поэтому Делаем Наверное Сейчас Хороший Сейф Хорош Хорош Как Я Умею А Идем В Таверну Ночуем Там До Утро И Утром Идем Забирать Свой Корабль Так Задание Мне Не Даст Хочу Снять Комнату До Утро 5 Песа Держи Эх Пустой Да Очень Жаль А это Думал Ты мне Что-нибудь Оставишь По Доброй Дружбе Да За Помощь Сором Деликатная Деличко Это Все-таки Было А Че Вы Кстати Говорят С Репутацией После Всех Тих Махинаций Так Тихо Чисто Любится Авторитет Не Изменился Окей Привет Принесли 17000 Месье Да Конечно Вот Держите Поздравляю С удачной Покупкой Корабль Ваш Думаю Послужит Вам Верой Правдой Спасибо И Что Здравая Корыта Ты Мне Предоставил Аделина Команда Нет Пятый Класс Пятый Мать Его Класс И У меня 3000 На То Чтобы Нанять Команду Купить Провианта И Всего Остального Ну Правда У меня Еще Есть Вещички Которые Можно Продать Ну Все Равно Такое Себе Хотя Команда Мне Нужна Самая Минимальная То Есть Там Буквально Несколько Человек Чтобы Можно Было Выйти В Порт Милот Позолоти Ручку Всю Правду О тебе Расскажу Извини Мне Пора Ити Не Сегодня Будут Деньги Позолочу Денег Нет Мальтийский Орден Скажем Скажем Нашему Брату То Что Воу Воу Смотри Я Выкупил Твой Корабль А теперь Скаж Есть Какие Нибудь Новости Это Мы Все Обсудили Не Теряй Времени Брат Оно Очень Дорого Стоит Ну Ладно Вообще Надеюсь То Что Он Сейчас Что Ни Такое Скажет Типа Ну Окей Иди Там В Таверну Нанимаю Себе Команду Ук Пай Провианта Ук Пай Там Этот Нанимаю Штурм Но Мне Сейчас Огромные Минус Кстати Будут То Что Нет Штурмана Так Есть Штурман Ты Кто Ты Рвань Понимаю Орвань Орвань И Еще Одна Рвань Хорошо Вы Что То Хотели Месье Послушай Я Хотел Нанять Команду На Свой Корабль Не Поможешь Там Просе К сожалению В данный момент Ничем Не могу Вам Помочь Люди Которых Я знаю К Вам На Службу Точно Не Пойдут Но Я Дам Вам Совет Обратитесь Вон К Том Матр Тоже Где Сто Он Группы Списанных На Берег С Одного Купеческого Судна Возможно Они Согласятся Пойти С Вами На Судно Хорошо Так И Сделаю про кого он говорил про тебя а про кого он говорил только что все за столик тебя контр-бандист недавно мы а вот он арикюль оль доброго здоровья миссия уж что-то хотели да у меня есть собственный корабль но нет команды бармен посоветовал мне поговорить с тобой на эту тему ты и твои товарищи вроде как были уволены с какого-то судна и вам нужна работа но это действительно так хотите нанять нас на службу что за корабль корабль как корабль люгер а вам не все равно ну знаете миссия не очень-то хочется служить на баркасе или тартане ну а люгер нас устраивает но сразу хочу предупредить капитан что мы пойдем на службу только все вместе сработались мы за прошлое время понимаете и сколько вас человек нас ровно 40 да ты охренел где столько про авианта наберу на какие точнее деньги моряки мы опытные не крысы сухопутные да и пороху понюхать тоже приходилось не раз и с парусами проявляемся и у орудий станем коль нужда придет а и за саблю возьмемся если потребуется хорошо сколько вы хотите аванс по 200 песо на брата а потом как на всех кораблях мы лишнего не просим за это не беспокоить к сожалению не такой суммы но тогда как соберете возвращайтесь думаю вы сможете найти меня здесь таверне пока никаких кораблей на рейде нет а службы не предвидится будем и дальше пропивать свои монеты плохо дело нигде не найти кухни лучше нашей так как мой зашел только что а это к этому знатному господину которому я куртизанку водил правда же у него есть сундук а где он сам а сама тут нету это замечательно на самом деле я соберу те лечебное зелье хотя бы блин отстойненько на самом деле но я же теперь капитан правда же давайте поговорим с ростовщиком может быть он нам денег даст я правда не помню где он а мне открыли быстрое перемещение да мне наконец-таки открыли быстрое перемещение бордель тюрьма да везде был в принципе а меня интересует ростовщик ростовщик займи мне денег как насчет небольшого кредита я совершенно вас не знаю я капитан корабля алло как так то ты меня совсем не знаешь ну что ж давайте поторгуем давайте поторгуем так нет это не то что мне надо на корабле у меня ничего нету равьянт кстати тоже денег блин стоит слушай а личные вещи нельзя что ли у него продавать покупать серьезно крестьянин ремесленник или вельможа всякий найдет у меня товар по вкусу окей не круто на самом деле привык все дела сразу в магазине делать придется вот с этими ребятами общаться любые товары на любой вкус слушай мачетто неплохо продается причем очень неплохо за 1400 можно отдать мачетто прям вау карпан конечно дешево одно оставлю себе золотой дублон у меня их 45 штук тоже можем продать хотя бы половину да итого у меня 6700 песо мышка себе очень странно в этой игре идет что меня пока огорчает больше всего то есть в гпк или в шипаке такого не происходит а здесь что-то она прям страдает не знаю почему так хорошо господа он говорил их 40 погоди 40 на 200 это 8000 да после опасного плавания нет ничего лучше чем родные берега это 8000 математика конечно я еще тот ладно придется продавать все дублоны к сожалению подходите лучшие товары тоже 132 монеты кстати говоря чего еще у меня есть много у меня янтаря есть давай 5 штучек продадим лишняя 1000 песо ну не лишняя конечно но тоже неплохо итого 12000 песо плюс блин сейчас мы отдадим 8000 за 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 команду но у нас не будет штурмана а какой у нас корабль погодите у нас шесть пятый класс да да у меня пятый класс навигации у меня нету совсем ладно так недавно мы попали в такой штор да получите ваш аванс теперь вы у меня на службе а запас продовольствия у вас в траме есть капитан лекарства нет ну тогда сначала закупите хотя бы минимум тогда я возвращать да ты прав хорошо я так и сделаю да блин ты наверное издеваешься крестьянин ремесленник да рома я им пока не буду брать ну типа обычно нужен ром там блин порох да тоже нет кстати говоря здесь ром купать вообще не вариант все это дорогое да или гарс на дорогие слушай а какой минимум ты имел ввиду давай я куплю провианта чисто чуть-чуть на тысячи две наверное тысячи две в провианта ну ладно на тысячу куплю на тысячу куплю провианта а я весь провиант внес мало провианта кстати говоря в магазине блин вот это вот такая кстати обидавла в корсарах кпк иногда то что приплываешь ну когда у тебя большая эскадра там два-три корабля причем таких больших знаешь фрегаты или что-нибудь в этом духе приплываешь типа в какой-нибудь на какой-нибудь остров пополнить припасы да и всего прочего а ты просто не можешь что сделать потому что в магазине как бы нету припасов очень обидно ну давай вот сто двадцать лекарств я думаю пока хватит ну и так уж и быть я добрый куплю чуть-чуть рома десять тысяч давай в таверну сорок блин человек недавно мы попали да отлично капитан я немедленно собираю ребят и мы сейчас же отправимся на ваш корабль превосходно готовьте судно к выходу в море восемь тысяч отдали да угу а чё журнал записал время как он как солнце время как солнце теперь я почти настоящий капитан у меня есть собственная команда меня прямо таки распирает от гордости черт бы подрал моего брата теперь пришло время поискать штурмана на мой корабль ох тыж блин сами едва ли смогут даже выйти в море из гавани не то что добраться до гладилупы расспрошу-ка я еще раз бармана да а раз помог с командой мастер не знаю что и подскажет тебе ясно ладно поговорю побеседую с людьми в порту говорит вот 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 ты похож на штурмана или на капитана а так нет ты мне ничем не поможешь мне нужен штурман с людьми говорит в порту земля нынче в цене мне пройти до свидания не резко оборвать диалоги кстати говоря да че 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 случилось я про штурмана хотел просто узнать камила эспри чего тебе нужно я шальдемор капитан блин он еще ни разу в море не вышел он уже такой капитан всем причем у меня есть запрос я ищу штурмана без понятия мадамазель я еще штурмана без понятия э мужик мужик я еще штурмана погоди погоди штурмана штурмана посторонись ааа укладывай ты капитан да да ты капитан ты явно не штурман может ты штурман ты за народец пошел так и с голоду сдохнуть недолго я здесь меня все устраивает а вас вон тот мужичок похож на штурмана в принципе что тут сказать море мой дом у меня есть вопрос я ищу штурмана без морейшего понятия штурман у меня есть к тебе вопрос мне нужен штурман штурман хм а есть тут такой вот только незадача в тюрьме он сейчас за долги его посадили наверное уже месяц в каземате бедолага с долги хм как его зовут не подскажете фульк дельюк спросите у коменданта в тюрьме но только не думайте что его отпустят так просто разве вы заплатите за него долг возможно я заплачу благодарю за информацию вы мне очень помогли блин там уже денег на река опять до хрена попросит знаете что но в любом случае разыскивать штурмана мы продолжим уже в следующей серии потому что сегодня на этом все я надеюсь вам понравилась эта серия я надеюсь вам нравится это прохождение с вами как обычно был Кейн всем удачи всем пока